всем привет в этом видео разберем в каких случаях используется future simple 10 будущее простое время будущее простое время используется когда мы говорим про описание действий которые будут происходить в будущем пример она закончит университет в 2023 году she will graduate from the university in 2023 второй случай использования future simple описание предполагаемого будущего факторе события пример они сыграют здесь следующим летом they will play here next summer предположение или прогноз который делается в момент разговора пример это не случится так быстро it won't happen so soon обратите внимание что здесь используется сокращенная форма отрицания will плюс not образуют want want по звучанию созвучно с глаголом want w-a-n-t различие между want как глагол и want как частица сокращения от will плюс not том что после want функции будущего простого времени отсутствует частица true после самого want этим различием отличаются want в качестве отрицания от want в качестве глагола will плюс not в отрицательной форме дополнительно частицу сокращенную nt not и глагол will формате want вы закрепите в тренировочных таблицах и тренажерах случай 4 выражаем намерение или решение которое возникает в момент речи например у вас возникло намерение или решение позвонить кому-то вы говорите я позвоню тебе завтра после работы i will call you tomorrow after work следующий случай использования future simple это мгновенно или спонтанно принимаемое решение которое сразу же озвучиваем давай обещание кому то есть наше обещание которое мы даем необдуманно то есть прямо с колес пример обещаю что такое не случится снова или обещаю что такое не повторится снова i promise it won't happen again опять используем сокращенную форму will плюс not следующий случай это используем специальные клише выражение в отношении будущего хочу обратить ваше внимание что все эти специальные клише выражение с определенными глаголами могут использоваться и в других временах просто в этом контексте мы имеем ввиду будущее поэтому не зацикливайтесь на том что если увидите глагол think hope believe wonder expect imagine и так далее что это только будущее время эти глаголы могут использоваться в дополнительных конструкциях с другими временами просто помните что если вы говорите с этими глаголами в отношении будущего то используйте future simple примеры думаю что я приеду сегодня вечером I think I will come tonight или I think I'll come tonight в сокращенной форме разговорной речи используется преимущественно сокращенной формы поэтому в чистом виде will с личным местоимением в качестве подлежащего вы вряд ли услышите это будет I'll вместо I will следующий пример надеюсь что увидимся на следующей неделе I hope I'll see you next week или полная форма I hope I will see you next week следующий пример мы ожидаем что она снизится на половину в июне we expect it will decrease in June by half we expect it will decrease in June by half дополнительные примеры вот с этими глаголами которые в примерах не участвовали вы найдете в специальной таблице Google Spreadsheets которая отображает всю информацию про будущему простому времени следующий пример номер 7 когда говорим о предложении или просьбе предупреждении в этом случае глагол will приобретает оттенок модального глагола кто не в курсе про модальные глаголы смотрите отдельное видео по модальным глаголам предложение просьбы или предупреждения предложение сделаешь в следующий раз как я will you follow my lead next time follow my lead означает устойчивое словосочетание которое обозначает следовать за мной или делать так как я делаю под моим руководством следующий пример ты обещаешь мне что не будешь спорить с ним will you promise me not to argue with him и предупреждение судья не сделает тебе поблажек в будущем the judge will not cut you some slack in the future cut someone some slack означает сделать поблажку это тоже устойчивое выражение восьмой случай когда мы используем future simple tense в том случае если у нас есть условное предложение первого типа conditionals number one или conditionals type one используем специальную конструкцию с if и в той части где у нас if нет потому что с if используется настоящее простое время мы используем будущее простое отдельное видео по conditionals для каждого типа их типов четыре нулевой первый второй третий смотрите отдельно в другом разделе и так пример я лучше сконцентрируюсь если ты просто заткнешься I will concentrate better if you just shut up или сокращенная форма I'll concentrate better if you just shut up конечно это не все случаи которые покрывают использование future simple tense но я для вас привел восемь вариантов самых употребимых способов когда вам требуется future simple tense до встречи в следующих видео пока пока